Итак, идеальное утро – это когда вы начинаете свой день с аффирмации. Потом у вас дневник благодарности, и вы обязательно там должны записать, за что вы благодарны этому дню. Потом составление планов на день и, конечно, медитация. Если вы все еще слушаете этот бред, то я сейчас вам расскажу, как за 5 минут сделать свое утро идеальным, для того, чтобы выглядеть в свои 50, как я, например, великолепно, и чувствовать себя потрясающе. Здравствуйте, меня зовут Марина Жигульская, и на этом канале мы с вами учимся избавляться от состояния, патологии, диагнозов при помощи нутрициологии. Сегодня мы говорим с вами про то, как сделать свое утро идеальным за 5 минут. Я расскажу о привычках, применяя которые, вы сделаете свое утро идеальным. И здесь не будет никакой эзотерики, только практика, применимые рекомендации, которые может делать абсолютно каждый. А в конце видео расскажу, чего категорически нельзя делать утром. Итак, поехали. Первое. Как только вы просыпаетесь, надо хорошенько потянуться и сразу вставать. Потому что таким образом вы даете сигнал своему кишечнику, и он запускает перистальтику, то есть продвижение пищи по кишечнику для того, чтобы облегчить себе походы в туалет. Особенно актуально это тем, кто страдает запорами. Второе. Это стакан воды комнатной температуры. А лучше 2 стакана и теплой воды. Почему это важно? Потому что именно вода омывает все ваши внутренние среды, облегчает состояние почек. Они всю ночь трудились над тем, чтобы собирать токсины, которые утром они выведут из вашего организма. И вода, особенно теплая, она, проходя по желудочно-кишечному тракту, запускает его как бы. То есть снимает все спазмы, увлажняет слизистые оболочки, разбавляет токсины. И таким образом помогает вашему организму в детоксикации, что очень важно для всего состояния организма. Холодная же вода, наоборот, приведет к сокращению, к раздражению и спазмированию и сосудов, и желудочно-кишечного тракта. Дальше, конечно же, обязательно поход в туалет. Причем здесь мы можем определять свое состояние организма, например, по цвету и запаху мочи. Например, по тому, какой консистенции сегодня стул. И по этим признакам мы тоже очень многое можем диагностировать о состоянии своего организма. Поход в туалет обязателен на ежедневной основе. Если вы, может быть, не делаете это по какой-то причине утром, хотя это идеальное время для очищения, то в течение дня это должно состояться обязательно. А после этого мы можем запустить свою лимфатическую систему. И, например, вы можете попрыгать на пяточках для того, чтобы лимфатическая система проснулась и помогла вашей детоксикации. У вас не будет отеков, у вас будет бодрое состояние такое, то есть энергии прибавится, потому что лимфатическая система это, ну, как минимум домик для нашей иммунной системы. После этого вы можете пройтись, например, сухой щеткой снизу вверх для активации лимфатической системы. И пока вы чистите зубы, вы можете постоять на игольчатом коврике. Сколько вы держите? Кто-то выдержит 5 секунд, кто-то выдержит 1,5 минуты. Сколько вы держите? Столько нормально. И после этого принять душ. После того, как вы приняли теплый душ, можно 2-3 раза сменить воду с теплой на холодную. То есть контрастный душ, он тоже активирует все ваши ресурсы организма, укрепляет иммунную систему, подстегивает лимфатическую систему и дает заряд бодрости. Одна из самых главных привычек это, конечно же, завтрак. Потому что именно завтрак запускает весь ваш день, все ваше пищеварение, всю вашу систему детоксикации. Именно завтрак дает нам энергии максимально, в отличие от обеда и ужина. И именно завтрак помогает нам сохранять свой обмен веществ оптимальным. Питание, безусловно, очень важный критерий для того, чтобы мы оставались здоровыми. Но тут важно не забывать, что желудочно-кишечный тракт отвечает за то, как мы усваиваем питательные вещества из нашей пищи и как мы потом выносим мусор, что называется. То есть как осуществляется детоксикация. И вот для того, чтобы понимать, как работает ваш желудочно-кишечный тракт и на что надо обратить внимание, я подготовила для вас 4 бесплатных видео, найти которые вы можете по ссылке в описании к этому видео. Так что же важно есть на завтрак? И вот здесь большинство допускают огромную ошибку. Потому что начинают завтрак с легких каких-то, как им кажется, продуктов. Например, там каша Геркулес, да еще и с сахаром, да еще и с фруктами. Например, мюсли. Ну то есть это не тот завтрак, который даст вам энергию, который разбудит ваш метаболизм и который поддержит, например, вашу гормональную систему. Адекватный завтрак, самый полезный, самый правильный. Это тот, в котором есть полезные жиры. Вот жиров ни в коем случае не надо бояться. Кстати, в бесплатных видео уроках я рассказываю почему. Жиры это долгий источник энергии, который позволит вам, во-первых, долго оставаться сытым, а во-вторых, снабдит ресурсами все системы вашего организма. В отличие от углеводов, которые являются быстрым, доступным источником энергии и моментально сгорают. Вы не получаете энергии на весь оставшийся день и уже буквально через 2 часа хотите есть. А когда мы перекусываем каждые 2 часа, мы приходим к инсулинорезистентности. И вот это уже очень глубокие поломки нашего организма, которые ведут к неприятным патологиям и диагнозам. А вот про самые вредные и опасные завтраки я сняла видео. Вы можете посмотреть его на нашем канале, где мы говорили про те продукты, которых, ну точно, категорически не должно быть на завтраке. И идеальный напиток для утра это какао. Потому что именно за какао вас поблагодарят ваши митохондрии. Это такие электростанции, которые находятся в каждой нашей клетке. Не за кофе и не за чай, а именно за какао. Какао вы можете сварить сами. Это напиток, который варится либо на молоке. Здесь я рекомендую употреблять кокосовое молоко, либо миндальное. Если вы добавляете кокосовое молоко, вам не нужен сахар. Потому что кокосовое молоко само по себе немножечко сладенькое. Но это не тот добавочный сахар, который мы ложим в какао, если, например, на коровьем молоке варим. А это тот натуральный сахар, который очень полезен для нашего организма. А вот фруктовые фреши и соки, это то, чего никогда не надо пить. Не только на завтрак, но особенно на завтрак. Потому что это фруктозная бомба для вашего организма. Это та излишняя фруктоза, которая не перерабатывается организмом, нагружает организм, запускает ненужные реакции в организме, нагружает вашу печень в том числе. И ведет к жировому гипотозу в печени. Да-да, именно фруктоза это делает. Особенно опасна эта фруктоза в свежевыжатых фрешах. Также то, чего бы я никогда не делала утром, это залипание в телефоне. Потому что, во-первых, информационный фон, который вы для себя создаете, он очень связан с вашим эмоциональным состоянием, а ваше эмоциональное состояние влияет на биохимические процессы в вашем организме. А во-вторых, вы замечали, как мы держим телефон. Мы склоняемся, и, следовательно, у нас поехал весь опорно-двигательный аппарат. Представьте, насколько это взаимосвязано. Поэтому телефон с утра, ну это прямо не надо. Особенно, если вы с утра читаете новости, и сразу, прямо с утра добавляете себе стресса. А еще с утра нельзя включать режим веника. Это знаете, когда зазвенел будильник, ты подскочил, успеваешь только почистить зубы, и на ходу там где-то покупаешь себе кофе, и уже бежишь на работу со всех ног. Вот это категорически нет вообще по всем аспектам. Потому что на утро надо выделять время. Ну не для медитации, аффирмации, там, дневника благодарностей, а для того, чтобы свое тело запустить правильно. Поэтому, если вы просыпаетесь по звонку будильника, поставьте его просто на полчаса раньше. И ляжьте на полчаса раньше. Вы будете высыпаться, и это будет качественное время для себя именно утром. Друзья, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, как вы начинаете свое утро, и, возможно, у вас есть тоже пара привычек, которые помогают вам правильно начать день и чувствовать себя прекрасно. Пользуйтесь этими привычками каждое утро, и если вы узнали для себя что-то новое из этого видео, обязательно поставьте лайк, и не забудьте подписаться на наш канал. А с вами была Марина Жигульская. До новых встреч!